Итак, уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии очень интересный гость и генеральный директор садового центра «Зелёный мир» Муслим Ниджида. Муслим Асаламалак, вам спасибо, что вы пришли к нам. Самого большого, насколько нам известно. В Кавказе. Что такое садовый центр? Это своего рода гипермаркет, можно так сказать, садовых принадлежностей, цветов и всего того разнообразия, которое можно увидеть в саду или на подоконнике у своей бабули. И не только. И не только у бабули, да? Муслим, очень интересно, мы немножко узнавали о вашей судьбе, вы достаточно интересный человек, который не постеснялся зарабатывать очень мало денег и прийти к грузчикам в магазин садового центра «Зелёный мир» и уже доработались до генерального директора. Как это возможно? Кого-то убили? Как это произошло? Были какие-то перетрубации? Что случилось? Расскажите, пожалуйста. И за какой срок это получилось? Это, конечно, немалый срок, это достаточно долгий путь был. Но изначально для этого всё было интересно, даже всё в новинку для меня. И то, что зарабатывать, да, в основном, что можно сказать, заработные плати или материальные, этого не ставила сама цель. Сама цель была, что сможем ли мы сделать из маленького магазина, да, вырасти до такого гипермаркета. И сама просто это было новое что-то, да, интересное. И просто я люблю что-то узнавать, учиться, как-то стремиться к чему-то большему, карьерный рост. То есть вы стояли из струков в создании вообще? Да, да, изначально. И столько, как мы с нуля начинали его, я изначально работал. А почему вот всё-таки, когда, допустим, два кавказца, допустим, ну да, предположим, два кавказца, которые вот хотят открыть свой бизнес, да, у них там какие-то из-за автомобильный какой-то там салон или ещё что-то. Шинамонтаж, автомобиль, он уже всё что угодно предупреждает. Ну, цветы в этом предустоят, наверное, я не знаю, на каком месте. Почему цветы и почему именно вот вы этим решили занять? Всё-таки это нелёгкое дело. Или вы прочувствовали, что это ниша нашей республики? Вы, может быть, ошибаетесь, потому что шины, шины, автомобили и так далее, это всё обыденно, этим все занимаются, это уже есть нишу, заняли, все знают. Но кто ещё больше будет изучать и углубляться, само вот растение, цветы, у неё достаточно история большая, да, вот, потому что... Ну, цветоводы это вообще цветоводы, да, 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 автомобили, всё это всё новое меняется, это всё там, знаете, как вам сказать? Ну, мы увидели, да, что в будущем это процветающий, хороший бизнес, что приносим только благо, это красота вообще, искусство. Мы должны любить. В первую очередь, конечно, это бизнес, и этот бизнес достаточно известен уже не только у нас в республике, может, здесь она сейчас развивается, а так по всему миру, если мы будем изучать, рассматривать, например, европейское государство, давно уже целиком сами эти государства живут на этом бизнесе. Возьмём Голландию, Данию, Бельгию, да, родное растение, у них основной... Там это просто, эта картина просто поражает глаз, на самом деле. Бюджет самого государства уже вполне целиком можно зависеть от этого бизнеса, так что это крупный бизнес, большой бизнес, перспективы очень большие там, так что здесь только развивается. Можно сказать, мы это ещё только одну частицу, да, из всего крупного, что изучили на сегодняшний день, освоили рынок. А так, конечно, есть над чем ещё трудиться. Тут возникает вопрос, раз вы, Муслим, привели пример Голландию, то есть это там уже, где производят небольшое количество цветов и так далее, вообще растения разного вида. Вы планируете какое-нибудь продвижение в этом направлении, то есть уже сажать, купить, продать, конечно, это легче, легче, вы знаете, легче всего, да, а вот вырастить, это же совсем другое уже. Это уже, да, это отдельный бизнес, конечно же, перспективы, мы такие планы хотели бы реализовать, держим перспективы, но чуть-чуть мы ещё не до конца изучили этот рынок. И момент такой, что у нас политика торговли, производитель менее востребован, в данный момент сегодня идёт всё рыночное, купил, продал, это легче, и сегодняшний день как-то само государство в этом что ли заинтересовано. Самому производителю вот последние годы я вот слышал, да, в производстве заинтересовано, вкладывается в производство, да, сельхоз, там, продукцию, там и так далее. Но этот бизнес, знаете, как он же получается растения, цветы и так далее, он не такой важности, как питание, там, да, и так далее. Это всё-таки что-то эстетическое, да? Что-то, она остаётся, как и в сфере туризма, и другого, и так далее, она на вторых, третьих планах, в плане, то есть, думаю, к этому тоже придём со временем. Как только она ладится в стратегических зонах бизнеса, развитие там, лёгкой промышленности, там, то же самое животноводство, там, продукции самой необходимой, после, конечно, уже к этому придём. Ну, всё-таки, у вас в павильоне, допустим, огромное количество цветов, да, в магазине, ну, и у каждого цвета, они же привередливые сами все тоже, да, кому-то нужно солнце, кому-то не нужно, кому-то меньше нужно, кому-то больше солнца, там, кого-то больше полёй, кому-то там, каждый стебелёк его протирать. Как это всё, каждому цветку какую-то группу отдельную работу не представлено, как это, и часто бывает такое, что цветок завял, всё, на уголе пошёл. Есть такое. Конечно же, в этом бизнесе это всё-таки живые растения, всё, есть убытки какие-то, это всё заложено. Но мы стараемся, ошибочное мнение, когда мы говорим, да, есть, конечно, индивидуальный подход, но не каждому эти растения. Мы их можем разделить очень легко. Изначально, когда приходят наши работники, сотрудники, мы говорим, изучаем, давайте, нужно изучить растения и так далее. Они боятся, ну, там, тысячу видов растений, к примеру, да, вот у нас вот там 200-300 видов. Вот как это можно изучить всё, обо всём узнать очень сложно. Изучить каждое растение очень сложно. Мы говорим, мы подразделяем, то есть, тени любивые, тени выносливые, тени выносливые, светолюбивые, там, цветущие, не цветущие. То, что требует обильного полива, минимальный полив, то есть, можно под группам большую массу растений разделить. Категории, да, разделяем под категории, и намного легче становится и уход, и вообще вот. Ну, вот сейчас, на вскидку сказать, какое растение самое привередливое, за которым вот самое такое тренинг ухода? Которые сотрудники, от которого убегают и там жребий кидают, кто будет за ним ухаживать? Вот такое растение. Нельзя сказать, что привередливое. Просто есть, какое-то растение требует чуть больше ухода. А в большинстве этих растений все цветущие. Потому что цветущие растения, чтобы это красота. Чтобы поддержать эту красоту, нужно какое-то усилие для этого растения. А если, конечно, как-то отнести, ну, как у нас в Дагестане, в частности, вот я вижу многих клиентов, когда общаюсь, они хотят купить что-то, но это, они даже не смотрят, что оно живое. Купили, поставили, забыли. Они думают, что оно должно так же цвететь, оно должно так же плоды носить, все должно в шикарном виде. Но спрашиваются, а что вы для этого, какие усилия? Вы подкармливаете, удобряете, пересаживаете. Которые с ними бывают приходят, да, что вот завяло у нас растение? Мы купили, оно было такое красивое, а вот дома через недельку... Бывает, чаще всего бывает, потому что, когда покупаем растение, мы стараемся, у нас есть акцент на каждого сотрудника, что он должен быть специалистом своего дела. Он должен хотя бы минимально знать о растении, что когда нужно поливать, в каких условиях, сквозняк там под кондиционером или у окошка. А наши клиенты за часу об этом не задумываются. Все-таки оно живое. Где-то под кондиционером поставили, получил стресс. Они тоже как живые, как и люди. Тоже болеют, их надо лечить. Получают стресс там... Где-то, если вы розу даже не удобрили, или же не пересылили, он не будет свистеть, ему не с чего свистеть. Все равно растение получает большинство удобрений, минералов из воды. Но сегодня у нас вода какая из-под крана идет, хлорированная, фильтрованная, все минералы уже вымершие, мертвая вода, большинство случаев. И нам сегодня нужно добавлять удобрения. Нужно пересаживать растение, грунт, потому что этот грунт, он рассчитан на полгода, на год. То есть это все-таки кропотливый труд и внимание на определенные цветы тоже... Вот вы как сами, хорошо разбираетесь? Я не могу сказать, что я хороший специалист, но в чем-то я разбираюсь, да, в сфере своей деятельности... Интересно сказать, у вас дома, как много цветов? У меня с дома, честно говоря, дома я сам за цветами не ухаживаю. Это делает кто? Это жена делает, да, ухаживает она. Я сам не... У меня и на работе цветы, и дома цветы... Это как, вы купили сначала цветы, потом жену в придачу, или это наоборот получилось? За цветами кто-то должен ухаживать... Нет, я домой резко покупаю цветы, потому что большую часть времени я нахожусь на работе. Дома у меня и времени хватит за ними, и ухаживать, и так далее. Это уже жена сама вот, хоть и на работе она видит, но все равно дома тоже хочет. А друзья звонят советоваться? Вот я тут купил, что делать, как вырастить? Да, часто звонят друзья, советуются, что купить, как купить. У нас же не только там комнатные растения, у нас есть большая линейка уличных растений. Мы можем привезти любое растение на сегодняшний день. То есть это какие? Это может быть там орех, сосна? Сосна, орех, плодовые, хвойные, вечно зеленые. Линейка очень большая. Просто некоторые люди при составлении ландшафтного дизайна не учитывают наше географическое положение, то, что климат у нас такой подходящий, да. Зачастую они обращаются к лошадникам, которые не разбираются в этом. А они ставят трассу. Ну дизайнер не может сказать какой-то. Да, 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 он не разбирается, он не советует с нами, приходит, не привезет вот такие растения. И уже индивидуально садимся с ним, подходим, общаемся, что это растение у нас действительно плохо приживается, он не будет. А так, если каприз клиента нет, хочу, мы можем хоть и пальму привезти. Пальму у вас есть? Есть пальму, есть, но я имею в виду финиками, там, банан. Все можем привезти. Так что... А искусственные вот, или вот это вот у вас табу, никаких искусственных растений? Нет, есть, искусственные растения, конечно, рынок требует сегодня, клиенты требуют искусственные растения. Вот, допустим, в студии у вас, если нет окон, или же по кондиционерам, на сегодняшний день искусственные растения по внешности ничем не отличаются от живых. Часто у нас клиенты приходят, трогают, шупают, ломают, это не настоящие живые искусственные. Реально, они, можно вот приходить, сами сравнить. Вот, реально, сложно. Реально, не отличишь. Не отличишь, сложно отличишь. Хотелось бы, у нас передача, скажем так, неограниченная немножко, хотелось бы, вот ваш совет небольшой, какой бы цветок преимущественно хорошо выращивать дома? Может быть, для здоровья, может быть, просто эстетически он будет хорошо смотреться? Ну, это вопрос, знаете, какой, это индивидуальный подход, почему по интерьеру дома выбираются сейчас растения, там дети бегают, там, какие-то растения действительно есть ядовитые листья. Он красивые, красивые растения, но он ядовитые листья. Так что в этом есть индивидуальный подход, а так часто у нас берут фикусы, да, в форме деревьев, кстати, эти фикусы есть ствол, настолько красивый сам по себе. Вот само по себе растения фикусы, он обычный, да, листья все. А вот этот ствол, это очень много труда заложено и вообще искусство, да. Ну, если говорить о детях, и детям, наверное, мне кажется, главный враг цветов, поэтому если много детей, там, взять что-нибудь колючее, чтобы он уже не трогать, они их не остановишь. Дети и домашние животные, от этого тоже страдают. А, вот сейчас весна у нас, солнце, да, самое начиное, лето уже подходит. Вот такой вот сезон, когда начинается, это как отражается на цветочном бизнесе? Конечно, весной начинается процесс, да, во всяком бизнесе уже просыпается, да, люди выходят уже в сады, в огороде, все цветет, все пахнет там. И хочется каждому вокруг своей территории благоустроить. И, конечно же, люди уже приходят, торговля, конечно, улучшается, после спячки, как все встают. Каждый просыпается садом. Конечно, все приходят, все хотят, вот даже те, которые не сталкивались, начинают, вот они видят, что у соседей или растенец отцвело. Сегодняшний, реально человек хочет, как-то, да не хватает этой зелени, красоты от природы. Все-таки приходят люди, стараются, ну, наши люди уже начали благоустраивать территорию, не как раньше, плитками там или асфальтом закатали двор, все, машины загнали. Нет, сейчас наоборот, хотя дозеленит, красоту навести. Ну, видят хорошо, видят, что творится на Западе, какая красота. Да, это большие колоссальные увлажнения, действительно, это, многие ошибаются, вот красоту навели, все забыли. Нет, за ним действительно нужен уход, это большие траты тоже, затраты. Но это стоит этого, человек отдыхает, смотрит, стресс снимает. Сегодня столько стресса телевидения, там интернет смотрит и получает колоссальный стресс, а растение это все снимает. Спасибо большое за то, что к нам сегодня пришли, будем надеяться, что люди будут понимать, что посадить дерево, это полдела, главное еще за ним ухаживать. Вырастите. Да, вырастите, ухаживайте. Спасибо вам большое, удачи в процветании и в прямом, и в переносном смысле процветании. Это хорошо подошло. Спасибо, и вам тоже успехи. Спасибо. Спасибо.